Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами еще раз о чесноке. Мы много сделали для того, чтобы наш чеснок был хороший и здоровый. Но погода вносит свои коррективы. К сожалению, вот в той местности, где я выращиваю чеснок, лето выдалось очень жарким. Буквально вот на днях, только это впервые за почти 4 недели, здесь прошел хороший дождик. Конечно, тем, кто находится постоянно на участке, для них это небольшая проблема. Потому что, особенно если у них есть водопровод, вода из шланга течет, можно организовать полив. Кроме того, если площади ограничены, если же возможность приезжать на дачу в деревню только раз в неделю на выходные, а иногда и этих выходных нет, то, конечно, растения начинают страдать от засухи. Для того, чтобы минимизировать страдания эти растения от засухи, конечно, нужно применять тот метод, о котором мы говорили примерно год назад, также на канале Процветок. А именно проливы. При возможности, когда вы только можете это сделать, проливы слабыми уксусными растворами. Полюбопытствуйте. Сейчас уже растения находятся в фазе начала цветения. Мы сейчас удалили стрелку. Стрелка чесночная представляет из себя орган размножения. Цветков у чеснока нету, семян у него, настоящих семян, таких как у лука, чернушки, нету. На месте этой стрелки образуются дочерние луковички. Конечно же, многочисленными и опытом огородников, и научными исследованиями показано, что удаление этой стрелки является очень важным фактором повышения продуктивности чеснока. Это уже возделывание чеснока является прописной истиной. Удалить стрелку необходимо тогда, когда она выглядит как петелька. Когда она как петелька, мы ее удаляем здесь. Можно оставлять пенечек, можно не оставлять. Это существенно ни на что не влияет. Главное, эту стрелку удалить. Однако оставьте несколько растений со стрелкой. Почему? Используйте эти воздушные луковички, которые образуются там вместо семян, собственно, семян, настоящих семян, для размножения любимого сорта чеснока. Отведите буквально один рядочек для посева этих луковичек. На будущий год вы получите луковичку-однозубку, которая даст вам хорошую, очень крупную луковицу товарную, которой вы будете рады и которую будете впоследствии потреблять в пищу. Засуха, к сожалению, внесла свои коррективы. Вот эта однодемная часть, которую мы так старательно наращивали, она начала сохнуть. Некоторые листики, вот здесь у чеснока, высохли полностью. Насколько это опасно? Конечно, это не очень хорошо. Хотя чеснок уже находится во второй половине своей вегетации, и высыхание листьев, как отмечают многие блогеры, является абсолютно нормальным и естественным явлением. Вот я выкопал сейчас после удаления стрелки несколько луковичек чеснока. Вот одна чуть-чуть меньше, одна чуть-чуть больше, но в целом они уже достигли того размера, который был обещан производителем этого сорта и продавцом семян. По сути, я могу сказать, что луковица того размера, которую я разбирал, когда выделял отсюда зубки для посадки. Однако цвет чешуй еще не сформировался, а цвет чешуи здесь должен быть такой красно-бордовый. Это означает, что у меня еще есть запас времени, по крайней мере, примерно месяц до уборки этого чеснока. Ведь в зависимости от того, в каких регионах вы находитесь, если это юг Украины, тепло, в этом случае уже совсем немного времени остается до уборки. Если вы находитесь в более умеренной зоне, как я, например, это Беларусь, средняя Беларусь, то, конечно, здесь еще надо будет примерно 25-30 дней подождать до уборки. Чешуя окрасится, но не высохнет, и это будет прекрасным сигналом для уборки чеснока. Стало быть, есть еще запас времени для того, чтобы увеличить размер вот этой вот головки и получить не просто среднюю луковицу, а луковицу большого размера, которая при том будет хорошо храниться и иметь богатый вкус. Также многие блогеры правильно отмечают, что чеснок, вот это нарастание луковицы чеснока, всецело зависит от состояния вегетативной массы. Пластические вещества, то есть питательные вещества, накопленные здесь в листьях, сейчас оттекают, поскольку мы удалили здесь вот эту цветочную стрелку, и больше некуда этим питательным веществам идти, они не расходуются на формирование бульбочек вот этих воздушных, а они будут все цело идти сюда вниз для формирования луковицы. Как же нам усилить, как управлять этим процессом, как нам усилить отток питательных веществ? Во-первых, необходимо продолжать выполнение защитных мероприятий с целью недопущения формирования здесь пероноспороза. Надо сказать, что никаких признаков пероноспороза на моем чесноке нет. Единственная проблема, которая у меня есть, это вот эти вот желтые кончики, которые возникли в результате засухи. Однако, если засуха является такой, ну, не резкой, естественным процессом, наступает постепенно, то, как у меня и было, питательные вещества из вот этой высыхающей части постепенно проникают сюда, в луковицу, и отвечают за ее нарастание. Полагаю, что естественная засуха и позволила уже к этому времени, еще за месяц примерно до уборки, до копки чеснока, сформироваться здесь такой крупной луковицей. Растения, ну, если говорить образно, тоже чувствуют погоду и стараются нарастить этот урожай как можно быстрее, не было бы хуже. Как же усилить этот процесс оттока питательных веществ? Существуют хорошо известные в агрономической науке принципы, когда за потоки питательных веществ отвечают два фактора. Первый фактор – это концентрация минеральных веществ. Если корни находятся в зоне высокой концентрации минерального вещества, только неорганического, а минерального вещества, в этом случае питательные вещества очень активно проникают сюда в корни, в том числе в луковицы. Поэтому, несмотря на то, что наращивание вегетативной массы чеснока уже невозможно, и фактически подкормки уже не будут влиять на развитие вегетативной массы, они существенным образом скажутся на активности оттока питательных веществ в луковицу, тем самым луковица будет нарастать. Мы активизируем нисходящий поток. Отсюда есть и второй вывод. Ни в коем случае не проводите внекорневые подкормки. Внекорневые подкормки, напротив, вызовут ток питательных веществ к листьям, нарастать им некуда и незачем. Это вызовет дисбаланс питания у растений чеснока и, между прочим, лука тоже. Поэтому никаких внекорневых подкормок в этот период времени уже делать ни в коем случае не нужно. Только корневые. Какие удобрения использовать? Используйте фосфорные, калийные и немножко азотных удобрений. Многие боятся использовать в этот период азотные удобрения, боясь того, что шейка станет толстой, чеснок будет плохо храниться, израстет и так далее. Все это верно. Но здесь работает правило дозы. Ни в коем случае нельзя переборщить. Надо отдать преимущество фосфорным и калийным удобрениям и немножечко добавлять азотные удобрения и только в аммонийной форме. Поэтому сульфат аммония, например, должен быть удобрением выбора. Вы также можете использовать аммиачные удобрения, аммиак, нашатырный спирт или более высокие концентрации. Но обязательно погасите этот аммиак или уксусной кислотой, или янтарной кислотой, с тем, чтобы не вызвать аммиачного отравления растений, не вызвать ожога, не вызвать повреждения корней и луковиц. Рецепты у нас есть на канале. Второй закон оттока питательных веществ. Питательные вещества идут туда, где больше всего ауксинов. Ауксины – это такие гормоны, которые регулируют рост растений. Нарастать будет лучше всего та часть, где ауксинов больше. В процессе роста, развития растений, оно само регулирует, куда посылать эти ауксины, где ауксины нужны сильнее. И, соответственно, туда идет отток питательных веществ. Для того, чтобы немножечко помочь растению, чтобы оно лучше сообразило, сориентировалось, куда направлять поток питательных веществ, ведь нам надо, чтобы они шли в луковицу, используйте такой препарат, как гетероауксин. Гетероауксин, вот я использую, только не корневин, а именно гетероауксин. Я использую гетероауксин, который содержит этановую кислоту в дозе 50 грамм на килограмм, и упаковочка моя содержит 2 грамма. Вот такую упаковочку надо растворить в 10 литрах воды и примерно по пол-литра на одно растение по пролитой почве вылить. Соответственно, вот такой вот упаковочки хватит примерно на 20 растений. Если вы выращиваете чеснок плотно, точно так же, как и я, то используйте примерно, ну где-то, где-то, где-то примерно на 3 квадратных метра сплошных посадок чеснока одно ведро. Таким образом, вы тоже примерно в той же дозе внесёте этот препарат по чесноку. Несмотря на то, что гетероауксин довольно быстро подхватывается почвенной микрофлорой и начинает разлагаться в почве и имеет гораздо меньшую активность в почве, нежели чем при нанесении, например, на листья, а это очень важно, например, для регулирования цветения у огурца, у кабачка, для наращивания вегетативной массы у томата, хотя это уже всё в прошлом и говорили, в прошлом году достаточно много, об этом, всё-таки вот этой дозой она является достаточной для того, чтобы активизировать процесс оттока питательных веществ из надземной части сюда к луковицам. Если вы считаете, вот как у меня, что уже луковица, в общем-то, достигла своего размера и ей нужно только немножко подрасти, обойдитесь удобрениями. Если вы хотите получить какой-то сверхурожай или вы видите, что ваш чеснок страдает, красивой луковицы вам не получить, всё-таки воспользуйтесь двойным советом и по подкормке удобрениями, и по подкормке гетероауксином в почву. Очень важно и в случае гетероауксина, и в случае удобрений, повторюсь ещё раз, чтобы эти вещества не попадали на надземную часть, потому что вне корневое внесение сейчас недопустимо. Здесь можно работать только препаратами, желательно щадящими, только против профилактики пероноспороза и, возможно, ещё каких-то заболеваний. Между прочим, вот такой гетероауксиновой ауксиновой активностью обладают многие почвенные бактерии, в частности, псевдомонады. Если в вашем регионе доступны препараты на основе псевдомонад, пожалуйста, приобретите их, проливайте ваши растения чеснока по инструкции, и вы также получите очень-очень серьёзный эффект. Более того, вам скажу, в этом смысле биологические препараты на основе псевдомонад, которые способны синтезировать ауксин, и большинство препаратов, которые сейчас есть на рынке, они как раз способны к такому, но только не фитоспорин, а именно на основе псевдомонад. Посмотрите, поищите такие препараты в вашем регионе. Они будут обладать пролонгированным действием, они, бактерии, будут заселять зону корней и будут выделять эти ауксины достаточно длительное время. Это и будет существенным залогом успеха выращивания чеснока, особенно в неблагоприятных условиях, особенно в условиях засухи. Предостерегу вас от использования, и, может быть, заранее отвечу на ваш вопрос, будет ли иметь эффект пролив, например, такими, также стимулирующими препаратами, как гуматы, как эпин, как циркон, например, как НВ-101, еще какие-то. Нет, этих препаратов стоит избегать. Они также являются ростостимулирующими, но механизмы их действия совершенно иные. Здесь нам помощники только ауксиновые препараты, гетероуксин, а также псевдомонадные биопрепараты, которыми вы будете проливать ваши растения. Что касается минеральных удобрений, скачайте наш калькулятор и используйте его для расчета доз удобрений для растений, томата, находящихся уже в конце вегетации. Вот этот рецепт подкормки, когда необходимо значительное количество калия, среднее количество фосфора и незначительное количество аммонийных удобрений и будет вам большим подспорьем в расчете тех доз, которые вам надо использовать. Ссылка на скачивание нашего калькулятора для удобрения томатов, для подкормок томатов, смотрите под этим видео в прикрепленном комментарии. Что ж, надеюсь, ваш чеснок точно не хуже, чем мой, а может быть в южных регионах, те, кто поливают, тем, кто могут следить за ним ежедневно, он еще будет и лучше. Я только порадуюсь, здорово. Пишите, пожалуйста, делитесь с нашими подписчиками своими рецептами, своими секретами ухода за чесноком в этот период, уже финальный период после удаления цветочной стрелки. Ну и помните, что цветочная стрелка обладает высокими пищевыми и диетическими свойствами. Можно ее морозить, добавлять, щи-борщи, можно ее тушить с маслом, можно делать с ней омлеты, различные блюда. Если у вас есть свои секретные рецепты таких блюд, пожалуйста, тоже делитесь с нами. Я знаю, делают и запеканку с ними, с картофелем, что только хозяйки с ним не придумывают делать. Это вкусно и полезно. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok